Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Поэтому высшему у меня, да, психфак. Вот. Значит, я один здесь не имею к психологии никакого отношения. Но, тем не менее, среди психологов приятно, потому что растешь над собой. И это здорово. У нас в гостях, кроме психолога без опыта Любови Эдуардовны Володиной, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Мы вас поздравляем с праздником. Спасибо. С днем психолога. И вот сегодня мы уже рассуждали о том, как построить отношения, спрашивали слушателей Радио Шансон. Люди делились своими историями. Кто-то на работе завязывал отношения, кто-то вне работы. Но вот как понравится на первом свидании? Есть ли какой-то совет от психологов, рекомендация? Самый важный совет, может быть, он будет казаться слегка банальным, но, тем не менее, это быть собой. Потому что, как бы мы ни старались на первом свидании и были социально одобряемыми, но в итоге все равно встречаться нам с живым человеком, и однажды мы раскроемся в нашем настоящем образе и облике. Поэтому чем раньше это произойдет, тем лучше. Поэтому, конечно, важно быть собой всегда и везде, в том числе и, во-первых, на первом свидании. Ну, вот где лучше это первое свидание, чтобы чувствовать себя комфортно? Кафе, ресторан, кино, что еще? Какие варианты? Концерт, может быть, пойти. Вот 26-го хороший концерт, говорят. Разгулять? Во дворце спорта, мегаспорт, да, можно сходить, так сказать, и пообщаться. Все верно. Здесь, на самом деле, индивидуальный момент. Это, во-первых. Во-вторых, раз уж мы так прям глубоко и про психологию сегодня, давайте про психотипы, то есть интроверты. Это те люди, которым, наверное, будет не очень комфортно находиться на какой-то огромной аудитории, в большой компании. А вот экстравертам будет вполне себе комфортно, хорошо им и покричать, и потанцевать, и сходить на концерты. Демонстративные типы личности, они в караоке себя прекрасно будут чувствовать. Так что очень многое зависит от психотипов в данном случае. То есть стоит как-то посоветоваться с предполагаемым человеком, с которым пойдешь на свидание? Или это будет такой вау-сюрприз? Ну, во-первых, должны быть какие-то вводные данные. То есть изначально, насколько вы хорошо друг друга знаете, давно ли вы знакомы, или вы только-только познакомились в соцсетях, нужно максимально продумать этот момент, собрать информацию, только потом уже сделать правильный шаг. Семь раз отмерь, один отрежь. Тут тоже правило. Ну, я предположу, что изначально надо искать человека, который тебе бы подошел. Если ты чувствуешь, что сам экстраверт, да, вот... То и ищи такого же. Да, то, наверное, надо искать там, где экстраверт. А как же противоположности притягиваются? А как же принцип компенсаторики? Так. На самом деле, зачастую люди с разными темпераментами чувствуют себя очень комфортно. То есть активным холериком или, предположим, сангвиником, им, конечно, куда лучше периодически бывать в сообществе, в компании, например, флегматика. Потому что вот этот огонь, вот эта вот экспрессивность иногда нужно немножечко так загасить, умиротворить и компенсировать. Ну, и такие пары зачастую максимально гармоничны. В соцсетях сейчас часто общаются? Что психологи говорят? Мне кажется, сейчас только в основном в соцсетях. Знакомятся, я имею в виду. Да, часто мы живем в таком бешеном ритме. Особенно если это мегаполис, то, конечно, нам практически не до знакомств оффлайн. Но онлайн это такая опасная история. То есть мы понимаем, что мы смотрим соцсеть, и перед нами социально, опять же, одобряемый, ожидаемый какой-то ответ. Но когда мы вживую сталкиваемся с человеком, иногда могут быть сюрпризы, как приятные, так и не очень. А как распознать заведомо уже в переписке, твое или не твое? Почувствовать это. Ну, как? Вот почувствовать, действительно. Мы часто пытаемся каким-то лайфхаками, логикой идти. Но ведь все равно нам встречаться с человеком не из только логических каких-то соображений. Мы должны почувствовать тепло, мы должны почувствовать это притяжение, мы должны понимать, что мы думаем о человеке на протяжении всего дня. Тогда, конечно, да, это твое, стоит сходить на свидание. Мне кажется, что и люди сами-то порой себя не знают. Есть такой запрос к психологам, когда приходят, помогите мне себя изучить, чтобы я понял, какого мне человека надо искать для счастья. Конечно, мы друг друга и сами себя не очень хорошо знаем, скорее всего, да, это так. Но я против того, чтобы мы изучали себя ради изучения себя или для какого-то там алгоритма и поиска партнера. Должен быть какой-то более конкретный запрос. Ну, например, помогите мне разобраться, почему в мою жизнь входят и встречаются мне одни, допустим, абьюзеры или какие-то социопаты или, соответственно, маргинальные какие-то личности. Или никто не встречается. Или, наоборот, никто не встречается. Или, наоборот, я там не могу долго быть в отношениях, там, допустим, какой-то цикл проходит год, и я расстаюсь. Вот это уже конкретный запрос. А так просто пофилософствовать, я думаю, что не стоит ради этого тратить деньги на психолога. Я сейчас иду против себя вообще. Но, честно говоря, это правда. То есть здесь нужно понять, что иногда лучше остаться дома, почитать книгу, посмотреть фильм, а к психологу нужно идти с запросом. Опять же, если он не конкретный, то нормальный психолог-коуч поможет тебе конкретизировать этот запрос. Но, опять же, изучение ради изучения, это не совсем верно. Хотелось бы все-таки понять, сейчас чаще всего приходят с чем к вам. Вот люди, которые какие-то взаимоотношения пытаются построить, не могут никого найти или ищут, находят не того человека. Наступают на одни и те же грабли. Да, и все эти запросы, естественно, есть. И причина этого зачастую, ну не только в детстве, не только там в, допустим, какой-то родовой памяти, иногда так глубоко даже и копать не приходится, потому что понимаешь, что опыт, негативный опыт предыдущих отношений, причем, может быть, это было в юности или подростковом возрасте, сказался таким образом, что сейчас человек до сих пор, так или иначе, живя теми установками, не может конструктивно выстроить свою личную жизнь. И проецирует все на настоящее происходящее. Да, да, в том числе, да. А самостоятельно можно вот эти вот установки как-то отключить? Или нужен специалист? Я объясню, почему все-таки специалист нужен. Потому что психика устроена так, что ей проще быть в режиме такого самосохранения. Если мы хотим что-то трансформировать, изменить, то, как правило, мы должны пройти через какую-то болезненную точку. И психика пытается выйти из этого состояния боли и сделать все, чтобы туда не прийти, вот в эту боль, вот в этот болезненный эпизод. То есть если мы работаем психоаналитическими сессиями, то психика, ну, в общем, стремится избежать того самого повторения вот того эпизода. Поэтому, конечно, самостоятельно сложно над собой вот такое усилие сделать. А специалист, он поможет этот момент проработать. Может быть, это будет болезненно, но зато эффективно. Но это главное. Возьмет за руку, даст силы, возможности поддержать, так сказать, в нелегких раскопках личности. Да-да-да. Выведет из психологической зоны комфорта, да, и введет в другую зону комфорта, в которой действительно будет уже все по-другому и лучше. Я правильно размышляю? Из кризиса скорее, из какого-то кризиса. Кризис – это вот как раз зона роста. Мы все так боимся кризиса, мы избегаем, а нужно правильно проживать. Просто кризис для того, чтобы потом почувствовать себя на коне. А чаще приходят женщины с желанием быть на коне или мужчины? Вот как? Вы знаете, моя целевая аудитория – это мужчина. Да вы что? Обычно бытует мнение, что мужчину не затащишь к психологу. Но сейчас как-то в последнее время стало с этим попроще, и мужчины стали больше доверять психологам. Ну, кстати, они молодцы, они зачастую верно формулируют запрос, поэтому с ними достаточно легко работать со многими. Это правда. Запросы, как и у мужчин, друзья, мы об этом расспросим Анастасию чуть позже. Более того, уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы к нашему психологу, к Анастасии Лысаковой, пожалуйста, пишите номер «Единый», смс ватсап и вайбер, плюс 7909-955-103 и 0. От разговоров сейчас перейдем ненадолго к музыке. «Золотое кольцо» продолжает эфир радиошансона. История под названием «Моя сладкая боль». «Полезное время» с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Ждем ее, конечно, с наступлением и 40 дней до Нового года. Все правильно? Все правильно, все проверила, все верно. Это «Полезное время», друзья, и у нас в гостях кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Запросы мужчин. Вот с чем приходят к специалистам мужчины? До начала своей практики я была уверена, что мужчины в основном приходят с запросом карьеры, денег, масштабирования. Но, честно говоря, все чаще мужчины обращаются по вопросам личной жизни, по неустроенности личной жизни, по тому, как они переживают развод, например. У меня был клиент не так давно, который пытался вернуть бывшую жену. И вот он понимал, что лучшее, что он может сделать, это сделать ей еще раз предложение, и заживут они долго и счастливо в его представлении. Хотя его бывшая супруга совершенно так не считала, и она как раз порекомендовала меня в качестве специалиста. Вот такая вот история. Но, к сожалению, у мужчин есть, ну, это, в принципе, у женщин известная история со времен Фрейда, есть перенос. То есть мужчины начинают как бы влюбляться в тебя и делать тебе уже предложение руки и сердца. Но на самом деле они не понимают, что за этим ничего не стоит. Просто они находятся в кризисе, в переживаниях, и каких-то глубоких чувств к психологу на самом-то деле нет. Но потребность выражения этих чувств, она, конечно, да, есть. Угу. Как часто надо ходить к психологу? Все очень индивидуально. Я работаю в основном в краткосрочных сессиях в таком режиме. Это примерно 5-10 сессий краткосрочной терапии. И далее уже можно говорить о поддерживающей терапии. То есть это примерно раз в 3 месяца так называемая психогигиена, когда ты приходишь к психологу, соответственно, все свои накопленные вопросы за 3 месяца решаешь, и дальше идешь жить своей счастливой жизнью, потому что здоровая психика, она, конечно, в состоянии справляться в большинстве случаев самостоятельно. Действительно, каждую неделю по 2-3 раза, пожалуй, ходят где-то на Манхэттене только, да, к психологу в Россию. Ну, есть, конечно, есть случаи, когда это тоже необходимо. Мы понимаем, что есть ведь и психиатрические определенные диагнозы, когда психиатр ведет в паре с психологом клиента, пациента. И тогда, конечно, необходимо более часто терапия, это естественно. Но в обычных случаях, в обыкновенных наших житейских запросах вовсе не обязательно такая чистота. Говорят, что все мы тащим, все комплексы из детства. Может быть, не все, но какую-то часть. Какие это комплексы? С чем приходят к вам? Ну, ко мне приходят отнюдь не только с детскими психотравмами, но, как правило, это недолюбленность, это нереализованность, это поиск родительской любви во взрослом возрасте. Это тогда, когда ты пытаешься найти эту любовь через постель с мужчиной, ну, и, соответственно, женщина с мужчиной, мужчина с женщиной. Да, но при этом бывает, что человек не может построить в итоге нормальную, адекватную личную жизнь, потому что на самом-то деле он не отношений ищет, он еще не проработал отношения с родителями. Поэтому свою нормальную жизнь, адекватную, взрослую, ему, конечно, строить тяжело. Что пожелаем людям, которые слушают радио «Шансон» и вот думают, вроде бы все как-то так серенько, спокойненько, каких-то кризисов нет. Надо ходить к психологу или не надо? Или уже когда просто припрет, что называется? Да, ну, мы живем в состоянии гром не грянет, мужик не перекрестится. К сожалению, иногда идут к психологу тогда, когда уже клиническая депрессия, тогда, когда психологу как-то помочь человеку сложно. Тогда, скорее всего, нужно обращаться уже к психиатру. И я, конечно, рекомендую предотвращать этот момент и обращаться при запросе, при потребности. Ну, а в качестве профилактики я порекомендую не пропускать занятия в спортзале, заниматься физкультурой, спортом, вести здоровый образ жизни, режим дня соблюдать. И там же в спортзале, кстати, можно познакомиться. Абсолютно. Если что. Если что. Вот каких мужчин чаще всего выбирают женщины? Каких мужчин любят женщины? Какие мужчины нам нужны? Тоже все индивидуально или есть какое-то общее? С одной стороны, индивидуально, с другой стороны, конечно, есть общий критерий, общий момент. Во-первых, мужчина точно не должен быть инфантилом. Он должен быть взрослым и соответствовать своему возрасту. Потому что, да, действительно часто мы встречаем мужчин, которые не созрели для отношений. И это большая проблема, она глобальная, она существует. И, конечно, часто именно с ней приходят девушки, женщины. Это правда. Что мужчины чаще всего как-то отказываются от серьезных отношений? Все налегке, все налегке? Либо отказываются от серьезных отношений, либо путают социальные роли. Они предполагают, что перед ними не женщина в его жизни, а мама, от которой он еще не может никак оторваться. И требуют от женщины какие-то, соответственно, мамины действия, мамины... Заботу, тепло, любовь. Мамина забота, да. А забота, конечно, важна, и любовь важна. Но только они отличаются, эти процессы, эти моменты. То есть здесь отстроенность вот именно социальных ролей должна быть четко. И это надо понимать. А можно ли как-то мужчину подвырасти, чтобы он догнал? Подвоспитать? Ну да, да, да. Чтобы он подрос в отношениях, если просто нравится. Но женщина понимает, что достаточно инфантилен пока. Ускорить можно? Ну, скорее всего, скорее всего, вряд ли. Хотя все, опять же, зависит от женщины. Я знаю примеры таких целеустремленных женщин, у которых это практически получалось. Да, все равно какие-то еще черты ребенка-инфантила оставались в таких отношениях. Но, тем не менее, практически получалось. Женщины в чем ошибаются? Какой совет можно дать в отношениях с мужчинами? Женщины? Да. Ну, в смысле, женщины ошибаются как-то. Женщина не может ошибаться, да? Все отметили? Сегодня нет. Нет, но, конечно, то же самое. Женщина зачастую вот как раз-таки думает, что она сможет под себя вырастить молодого человека. Она путает социальную роль. Ей кажется, что... Ну, в общем, она путает. Ей кажется, что это сын, которого можно... Берет на себя роль той самой мамочки. Да, той самой мамы. И получается, не так уж все хорошо. А потом выходит фрустрация. То есть она пребывает в таком грустнейшем состоянии, в таком унынии, когда она понимает, что все не так. Вот она ожидала одно, а на деле-то другое. А нужно было изначально понимать, кто перед тобой. Да, надо было просто быть собой на первом свидании. Вот. Сейчас мы это все обмозгуем. Сергей Любавин выступит в эфире радиошансон. Прекраснейшая песня. Кстати, на этой неделе Сергей будет у нас в гостях. В четверг. Да, смотрите, слушайте в 19 часов. Произведение под названием «Обнулиться». Сергей Любавин. Полезное время. С Романом Шаховым и Любовью Володиной. Стас Михайлов только что на радиошансон. Ну, а 26 ноября во дворце спорта «Мегаспорт». Приходите, мужчины и женщины. Будем гулять, будем танцевать. Продолжается «Полезное время». В гостях у нас кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. И вы поговорили уже о разном, полезном, но не поговорили еще про кризисы, которые бывают в жизни у людей. Кризисы в отношениях ты имеешь в виду или кризисы личностного роста? Потому что это два пути, по которым мы можем сейчас пойти, да? Ну, на самом деле, опять же, все системы, все взаимосвязано. Вот, честно говоря, зачастую у нас проблемы в отношениях случаются, по моим наблюдениям, тогда, когда есть, например, возрастной кризис. Часто девушка приходит и говорит, там, вот, проблемы с парнем, кажется, он, там, абьюзер, газлайтер или какое-то такое модное слово называет. А потом выясняется, что девушке 22, и у нее кризис самоопределения. На самом деле ее не устраивает ее работа, ее путь после университета. Она подводит первые самые итоги жизни и понимает, что, ну, что-то идет не так. И, конечно, в этот момент на ее вот это состояние, не самое оптимальное, не самое гармоничное, наслаиваются отношения, которые как бы мешают, они помогают ей. И получается, что причина и истинный запрос, он не в отношениях, а он как раз-таки в ее кризисе самоопределения и в ее неустаканившейся самооценке. Но бывают кризисы, когда и дом полная чаша, и дети подрастают, и внуки уже не за горами, а тут бац, и что-то не то. Все бывает, конечно, и там и дальше идут кризисы, не только в 22, на этом все не заканчивается. Там еще есть и 30-33, ну, может, там, 29 начаться у кого-то, 30 по-разному, да. Дальше к 40 годам тоже такой переходный период, то есть переходным периодом, вот, пубертатом все не заканчивается. К сожалению, это плохая новость, но хорошая новость состоит в том, что все это можно прожить, из всего можно сделать правильный вывод, ну, и, соответственно, почувствовать себя счастливым. Ну, совет психолога, как правильно прожить, и вообще какие бывают самые серьезные кризисы, если по возрасту говорить, например? Ну, сам, нет, ну, так вряд ли можно назвать прям один какой-то кризис самым там выдающимся кризисом, все остальные кризисы там, они не такие сложные. Все, опять же, зависит еще от внешних факторов и обстоятельств, в которые погружен человек, поэтому нельзя недооценивать кризисы, нельзя игнорировать жалобу близкого человека, и, пожалуйста, не надо геройствовать и не надо совсем справляться самостоятельно, несмотря на то, что в большинстве случаев, конечно, психика наша как-то сама справляется со многими моментами, но когда вы чувствуете, что все, вот вы на грани, не справляетесь, и это длится там больше двух недель, обязательно нужно идти к психологу, иначе клиническая депрессия не за горами. Не к подругам. Не к подругам, хотя, друзья, это важно, безусловно, это важная часть нашей жизни, но подруги это подруги, они также стремятся к там, к социально одобряемым ответам. А вам необходимо не просто мнение специалиста, вам необходим человек, который даже не только рекомендации даст, но и специальной психотехнике применит для того, чтобы выйти, помочь выйти вам из этой ситуации, для того, чтобы вы вышли из этой ситуации. Много книг есть по психологии, и когда придешь в книжный магазин и что-нибудь почитать, в разделе «Популярная психология», там их 840 названий. Глаза разбегаются. Что почитать, каждая обещает счастье, несколько способов. Счастье за 21 день. Да, несколько советов, как это сделать, и все это прочитать невозможно. Анастасия, вы как специалист, что порекомендуете, может быть, хотя бы несколько книг, но не 800 же, читать? Нет, ну а почему нет? Нет, в любом случае, читать это здорово, читать это прекрасно. Некоторые такие книги несут развлекательный характер, и почему бы, так скажем, свой кругозор не расширить с помощью таких книг. Но почему мы, будучи индивидуальностью, идем в книги и ищем универсальных советов? Вот это мне не совсем понятно. То есть мы родились в разных семьях, в разное время, иногда в разных странах и так далее. Но при этом ищем какой-то один универсальный совет и лайфхак. Одной такой большой книги на всех нет. Это плохая новость, опять-таки. Но хорошая новость заключается в том, что для вас может подобрать специалист индивидуальную программу психотерапевтическую. И как раз-таки идите в терапию и сделайте уже, наконец, это. Это во-первых. А во-вторых, конечно, универсальные моменты все равно есть, но они есть в классике. В нашей русской литературе написано очень много. И причем красиво написано, по-умному написано, грамотно написано. Тургенев, Пушкин, Куприн, Бунин, Крылов. Это просто кладезь знаний, ситуаций, взаимоотношений. Поэтому, да, читайте. Ваша любимая книга из классики? Моя, пожалуй, «Капитанская дочка». В чем она помогает вам? Помогла, может быть, когда-то? Она мне помогла правильно писать наречия. Береги честь молода. Платье снова. Ну и, в принципе, я люблю этот стиль. Я люблю философию этой книги. О том, что надо с самого начала как-то стараться правильно, как сейчас говорят, экологично выстроить жизнь. Ну и, в общем-то, тогда все будет хорошо. Что психологи говорят по экологическому выстраиванию жизни с использованием музыки? Что есть арт-терапия, есть танцедвигательная терапия. Это абсолютно такая крутая тема для того, чтобы почувствовать себя после такого сложного дня хорошо, свободно, комфортно. Мышцы почувствуют свободу наконец-то. После этого дня в офисе, за креслом. Ну и она заряжает, безусловно. Причем самым позитивным образом. Офисным сотрудникам, жителям больших городов, которых сейчас, я думаю, много у радиоприемников, что мы можем посоветовать, чтобы как-то жизнь показалась более счастливой, более радужной, что ли? Слушать музыку, пить достаточное количество воды, делать зарядку. И спать хотя бы 7-8 часов. И, конечно, понимать уже в современном мире, что психологи – это не для психов, а для умных, красивых, продвинутых людей. Если вы хотите к такому человеку сходить, умному и продвинутому, и красивому, Анастасия Лысакова была у нас в гостях. Я думаю, что в соцсетях можно найти кандидат психологических наук. Это было полезное время. За что, Анастасия, вам громадное спасибо от нас и от слушателей, которые подчеркнули для себя много интересного. А у вас же завтра день рождения, поэтому разрешите вас, так сказать, заблаговременно поздравить и пожелать вам всего самого доброго. Спасибо, спасибо, очень приятно. Рада знакомству. До новых встреч, друзья, до свидания, до завтра. Любовь Володина. Роман Шахов. Пока. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова